Расскажи про Мали. Молитва и Мали. В Мали начинается операция Франции при точечной поддержке других стран НАТО, а также войск ЭКОВАС, Африканского экономического союза, по выбиванию из этой страны исламистов, потому что она вот-вот превратится в Новый Афганистан. Когда, ну, где-то года два назад начали мы говорить, что там чего-то в Бамаке, больно много людей в Афганках, самолёты же летают, то народ сильно смеялся, где Афганистан и где Мали. Потом выяснилось, что когда снесли Каддафи, радикальные исламисты, сильно обогатив себя и свои арсеналы за счёт разграбления его арсеналов и получение денег за войну с Каддафи от Катара, саудовцев и поддержки Запада, пошли дальше расходиться по всему Ближнему и Среднему Востоку, кто-то пошёл в Сирию, а кто-то пошёл в Африку. Тут же в рамках путча военные снесли правительство, которое попыталось договориться с туарегами, предоставив им автономию. Туареги воевали за Каддафи, в гвардии его, вернувшись домой, мы, хорошо вооружённые, попросили автономию, правительство решило им его предоставить, путь правительства сносится. Обиженные туареги объявляют об автономии, о создании государства Азавад. Причём говорят, европейцы, вам мы гарантируем добычу полезных ископаемых, а также мы гарантируем уничтожение исламистов, никто заложников больше брать не будет. Кто знает, вот больше 40 человек в Алжире сейчас захвачено западников на нефтяных месторождениях в Сахаре, вот просто вчера. За каждого требуют от 3 до 5 миллионов долларов. Соответственно, хунта сказала нет, Франция сказала нет, это сепаратизм, африканские правительства сказали нет, каждый у нас тут будет требовать себе автономию. И вот тут вышли из пустыни исламисты три организации – Дзэдза, Ансараддин и Аль-Каида в странах исламского Магриба, три основные. Сегодня большая часть территории Северного Мали захвачена исламистами. Уничтожение библиотек, уничтожение мавзолеев и мечетей в Тимбукту, средневековые памятники исламского зодчества, исламской цивилизации, вот той самой, которая на самом деле цивилизация, дикарями, которые называют себя настоящими истинными мусульманами. Публичные казни. ЮНЕСКО в лице болгарской дамы, которая командует этой организацией, чего-то блеет на тему того, что нехорошо, и требует защитить памятники, предоставляя список памятников, которые надо защитить. Прямо по этому списку после этого исламисты дают большое спасибо и рушат всё, чего им предоставляет глупая дама из ЮНЕСКО. Военная операция там натолкнулась на жёсткое сопротивление французов, как всегда думали, что они сейчас побомбят, и там все раздадутся. Значит, ничего подобного. Идёт тяжёлая война, партизанская, пустынная война. Туарыги уже поддержали или нет? Туарыги какие-то племена. Французы опасались, что Туарыги поддержат. Туарыги частично поддерживают. Восставших частично пытаются договориться с западной коалицией, говоря, ну, может, ребята, всё-таки дешевле вам нам дать автономию, мы вырежем вот этих ребят. Ну, не хотите, мы перейдём к исламистам. Там же очень зыбкая грань. В Афганистане-то тоже и в Йемене значительная часть исламистов, вот эти все аль-Каиды, талибов, это люди, которые были в местных компартиях. А чего? Более того, а там же в Малии значительная часть ребят, которые воюют сейчас в пустыне за исламистские подразделения, это люди, которые из нашего Рязанского воздушно-десантного училища. Там есть замечательные клички, у некоторых русских там... 5-5-3-3-3. На этой оптимистической ночи мы должны уйти, нас уже выгоняют друзья. Но в Малии кто кого забьёт? Дружба, дружба. Но пока тяжёлые бои европейцев, удивившихся тому, что им сопротивляются, и сопротивляются успешно.